Итак, продолжаем утро на Кубань-24. С вами Ольга Антошина и Артём Васенко. И отмечаем мы сегодня День российской анимации, друзья. Из своих уст сейчас это прозвучало как День авиации, на самом деле. Ну ладно, не будем отвлекаться. И сегодня в гостях у нас, между прочим, нашей утренней студии, которая непосредственно связана с этим человек, Валерий Мельников, директор Краснодарской студии кино и анимации «Дискалор». Доброе утро, Валерий. Валерий, доброе утро, очень рады вас видеть. Вот скажите нам, пожалуйста, День российской анимации мы сегодня отмечаем. Сказали уже об этом. Во-первых, с праздником вас профессиональным. Будете как-то отмечать? И есть ли какие-то истории, связанные с этой датой? Ну, конечно, буду отмечать. И всегда это позитивный момент. У нас, на самом деле, очень много мультипликаторов в Краснодаре. И мы ежегодно собираемся, проводим свои встречи. Раньше они были у нас очень публичные. Мы в интернете всех звали. На самом деле, выяснилось, что там больше 100 человек хочет прийти. Да, на самом деле, так много. Большая дружная компания. Да, очень много желающих. И поэтому мы немножко стали скрываться от всего этого дела. У нас, на самом деле, есть ребята, которые занимаются и детской мультипликацией, и работают с крупными студиями. И поэтому с каждым годом наше сообщество растет. Но замечательно, что у нас люди относятся друг к другу не как к конкурентам. Возможно, потому что все работают в основном с какими-то международными заказчиками или с московскими, а именно как к коллегам. То есть очень теплая компания, на самом деле. А будете делать какой-то мультфильм к дню анимации? Не было такой идеи у вас? Мне кажется, хотелось бы отдохнуть в день анимации. Но на самом деле, это очень трудоемкий процесс. То есть делать прямо к дню, к сегодняшнему уже невозможно. А на самом деле мультик делается, это, ну, месяца 3-4. То есть это такой большой процесс. Это буквально если трехминутная работа. Если какие-то большие работы, там куча народу работает. То есть в месяц по минуте. Да, где-то так, если это один человек, и как бы он работает от души, чтобы это было что-то качественное. А скажите, как вы вообще пришли в это искусство, и почему решили с этим связать свою жизнь? Ну, изначально я учился в Москве на режиссера игрового кино. Но когда я туда приехал, парня из Краснодара, знакомых на самом деле не было. Там со мной учились куча здоровых дяденек, которые там и на Мосфильме работают. И нам давали разные сложные задания, где нужно было там снять какие-то панорамы, там надо было актеров найти. Мне ничего этого нет. Что делать? Я сначала очень долго сидел, думал, не сдам никакие зачеты. И тут мне пришла мысль, что можно все это на самом деле снять просто у себя на столе, без бюджета, на фотоаппарат. Если делать мультипликацию, то есть я просто нанял себе пластилиновых актеров, которых сам слепил, расставил на столе, и снял там с ними батальные сцены, взрывы. То есть все это происходило мультипликационно. У меня были огромные возможности. И в некотором роде удалось уесть своих коллег с большими бюджетами и связями в этом деле. И мне это настолько понравилось, потому что когда ты вот что-то вот это лепишь, анимируешь, чувствуешь себя таким создателем. То есть тут все зависит только от тебя, и как бы это такой кайф замечательный. И с тех пор это я даже, ну вот, мне все время борется в душе кино игровое, и мультипликация всегда, вот душа на стороне мультипликации, вот это вот чего-то доброго такое. Мы, кстати, знаем, да, что вы снимали и для нашего телеканала какой-то ролик мультипликационный. Конечно. Что это было? Ну, во-первых, для детских передач, вот «Шустрое утро» еще старая версия, мы снимали двух персонажей, это мои первые работы. Потом анимационную заставку делал, потом мультфильм о казаках, он показывался на канале. Ну и в каких-то документальных передачах, которые тоже были, там тоже были анимационные моменты, я всегда их везде стараюсь вставить, надо это или не надо, но без этого не обходится. Валерий, скажите, теперь вы директор Краснодарской студии кино и анимации «Дискалор». Вот можем ли мы сейчас уже говорить о том, что есть такое явление, как кубанская анимация? Безусловно. У нас есть и даже школа кубанской анимации, у нас вот есть Миша Шаблин, с его студией «Мультпросвет», где у него там, не знаю, там, ну, может быть, полсотни учеников у него уже точно вышло, и как бы ребята, они участвуют в фестивалях различных, и вот видно, как они растут. Это замечательно. А есть у нас тоже кубанцы, это именитые мастера, они вот, правда, малоизвестны у нас здесь, но они делают такие, ну, как концепт, арт, что называется, рисунки, которые потом используют дизайн для создания голливудских фильмов, то есть такие, как «Малефисента» или там «Столом Крузом», вот эта фантастика «Грани будущего», «Игра престолов», которая сейчас выйдет, это, на самом деле, один из краснодарцев рисовал туда, задние фаны там какие-то, замки что-то там двигал, да. Ну, конечно, он не один это делал, там, огромная команда работает, но, тем не менее, люди такие вот, может, рядом в трамвае едут. Ну, это здорово, на самом деле, есть чем гордиться и в этом направлении кубанской земли. Вот так вот я скажу. Скажите, а есть у вас какие-нибудь интересные идеи, которые еще должны выведить свет? Может, задумки какие-то вот прям масштабные, глобальные, что-то интересное? Ну, кстати, во-первых, ну, есть планы, если получится, потому что, как сказал, уже огромный этот труд все это доделать. Есть планы к 9 мая или к 22 июня сделать фильм про советского солдата. Там, кстати, тоже будет кусочек Краснодара обязательно, тоже всегда нарисованный Краснодар, тоже тема творчества у меня часто проскальзывает везде. Во-вторых, в своих фильмах, игровых фильмах я тоже стараюсь вести маниционных персонажей. Вот мы сейчас для фестиваля снимаем такой ужастик, ну, такой достаточно добрый. Вот, и там будет кукольный такой монстр, вот, ну, так в стиле первых старых «Звездных войн», да, когда Лукас там делает эти кукольные какие-то монстры, да, вот тоже хочется это сделать, потому что всегда смотришь, как Тим Бёртон, да, вот это делает, и хочется, как бы, пойти по его стопам, потому что, ну, смотришь на DVD, как люди делали, думаешь, ну, неужели, ну, вот хочется тоже так же попробовать, и вот в форме. Отлично, мы желаем только успехов в воплощении этих идей, конечно же. Спасибо вам большое, и еще раз с профессиональным праздником. С праздником. Спасибо. Ну, а мы напоминаем нашим телезрителям о том, что все интервью с нашими гостями вы можете посмотреть на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь, скоро вернемся в нас.